вечер добрый дорогие друзья братья и сестры приветствую вас воскресенье божьей помощью вам на предстоящую седмицу рад вас всех видеть я немножко прихворал бывает с вашего позволения ну не хвалимся но тем не менее это наш крест как обычно воскресенье 9 вечера трансляция эта трансляция также будет загружена в соцсети и одноклассники но в первую очередь на youtube канал бога рад всех вас приветствовать дорогие мои посмотрим что у нас тут выложилась так есть есть сегодня пытался посмотреть что у нас тут работает что не работает но за все слава богу ну что у нас значит на этой неделе было давайте с вами пообщаться на этой неделе задавали вопросы прям один попался тут человек вроде не атеист вроде бы не сильно не иноверец какой-то вот ну так 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 назвали его иннокентий без фамилии без всего на думаю это псевдоним пытался мне убедить что я правильно веру или неправильно веру на самом деле это очень смешно когда ты пытаясь убедить верующего человека тем более священника который по сути его крест таков что он за господа до конца идет но пытался разными цитатами убедить меня что христос это только оболочка человеческая которую божество вошло а потом на кресте вышел то есть такое волшебный какой-то момент ну человек нара чудо творится поэтому такими волшебными и делами интересуется вообще его вопросы попытки что-то мне доказать были вполне интересны относительно существования бога яду даже надеюсь что он посмотрит этот эфир ну что я могу сказать по поводу его всяких измышлений которые мы все оперировал факты факты сначала скажем костями называл ну скажем так хотя сам иннокентий почему я всегда прошу обращайтесь батюшкам в эфире или же там не суть даже ко мне не ко мне у нас есть как минимум святое имя крещённое я крещён в честь императора константина равнопольства на обращаться прошу прощения обращаться к священнику гости или еще как-то не уважительно это не воспитанность поэтому давайте мы будем все такими воспитанными людьми ну все таки я наверное сейчас немножко прочитаю горюша философства философствую где написано что опять таки ну тут где-то не не первый что господь это сын божий ну мы элементарно и просто можем это доказать берем сначала крещение когда отец небес и сам свидетельствует о том что иисус христос и сын его вспомните когда было крещение иоанново то сошел дух сито виде голубя и небес небес был голос это ты мой возлюбленный вот вам подтверждение одно другом месте господь говорит иисус христос что я и отец едина суть вот вам еще одно место что он имеет божественное начало господь еще говорит где двое или трое собравшись во имя мое там и я посреди них то есть можно сказать массу примеров из священного писания я и отец едина суть ну кто видел отца моего тот видел и меня отвечал апостола то есть здесь много подвижать можно но если на секунду допустить что господь был только вернее христос был чисто оболочкой что в этом случае то просто все остальное начиная с крестных страданий христа упозняется бессмысленно страдание христа пашу мучеников после христа массу было но мог тогда он не бог он очередной мученик за свои какие-то религиозные убеждения но опять-таки за что распяли христа фарисеи что говорили он сыном себя божьим именует он богом себя именует о чем суд то был за что иудеи то распяли основное основная претензия в чем было так нему то что он не только исцел субботу или какие-то чудеса творил в первую очередь что он сыном божьим себя называл вот зато и распяли ну инокентий наверное хотел какие-то удалить удовлетворить свои амбиции ну бог судья ну друзья мои родные давайте послушаем и попробую ответить на ваши вопросы надеюсь они будут более благоразумные нежели вот это вот празднословие слушаемые дорогие какие у вас вопросы накопились за неделю аж чем бы я был вам полезен с вашего позволения сегодня эфир у нас недлительный будет пошла немножко я прихворал сильно шмыкать эфире мне не хочется но как есть так косягос из одобрения ваши сейчас я сейчас сейчас секунду пишите пока свои вопросы но я открою вот я пока другой вопрос прочитаю а вы пишите свои отец константин приветствую вас можно задать вопрос можно знакомая крестила ребенка сразу сделал ремарку даже не священника есть так господь крест священник обращается к господу совершая это таинство чтобы господь крестил дала такое духовное рождение вот то есть священник получается как бы ходатай крестный как восприемники берут воспринимают от купели сразу делаю ремарку вот значит и у нее несколько раз тухла свеча коптила и сильно тёк воск два момента один материальный другой духовный 1 1 рассмотрим начнем разный бывает температура в храме разное бывает состав свечи бывают восковые бывают смешанные бывают парафинные то есть по разному может быть почему и в том числе коптить то всяко может быть и с духовной стороны бывает конечно такая реакция она может быть как и духовное отображение внутреннего состояния человека почему и говоря давайте сначала братья не сесть и крестные родители вы наверно сначала поисповедуетесь причаститесь но потом уже более скажем так духовно разном чьи там состоянии и подходите к всему таинству вот поэтому и так и так может быть не обязательно всегда привязывать там эйфорийного и что такое теперь что делать коптит не всегда бывает и так я в православии фанатизма не приемлю вот так добрый вечер батюшка добрый вечер тетяна выздоравливайте спасибо господи хотел спросить как переводится честнейшую херым и славейшую без сравнения серафим прошу прощения ну значит это у нас песнопение да из песнопения у которого богослужение мы слышим честнейшую то есть чистое херувимы и серафимы это ангельские чины ангельского мира небесного славнейшую славная то есть больше слави моя чем серафимы честнейшую то есть чище чем херувимы то есть это такая вот описательная тут фраза относительно богородицы добрый вечер батюшка подскажите нужно ли получать благословенное очнение апсалтыри дома анечка очень рад вас видеть это хороший очень человечек мы божьим таким промыслом познакомились по новой поиске в Иерусалиме куда мне благословен наш дорогой любимый архиерей владыка герман и отвечая на вопрос анечка благословение брать желательно на любое духовное делание то ли это псалтыри то ли это чтение акафиста можно с одной стороны ты не брать но это чревато что это я гордыней это я такая или такой умный пригожий я сам знаю что мне нужно читать в каком количестве как долго вот в этом и развивается когда мы взяли благословение то это более богу угодно почему мы уже отсекаем свою гордыню что мы проявляем послушание благословение берется как для послушания что мы слышим чаще всего у святых отцев послушание превыше не заменяет но превыше поста и молитвы в этом благословение брать желательно на чтение апсалтири по крайней мере не помешает прошу прощения расклеился чуть-чуть бывает но мои родники давать еще один максимум два вопроса и будем завершать наш эфир пока вы пишите свои вопросы я поищу какие мне здесь еще были вопросы в течение недели где-то мне тут вот интересный такой сейчас я найду пишите пока мораде свои вопросы вот нашел в чем смысл а твой вера вот моей одной из девочек из молодежи православного центра у манских благовес задали в чем смысл твой вера ты ждешь чего-то от бога или как может и я верить начну ну вот мне пришлось помочь и в этом ответе потому что с одной стороны очень простой вопрос с другой стороны даже два вопроса другой стороны но неоднозначно я бы сказал так первое ну давайте по себе в чем смысл и веры смысл веры в души спасения основа веры это господь которым мы идем всю свою жизнь угождая богу ли а его всем сердцем всем помышлением всем разумом и ближнего как самого себя порой ближе ближний наш назойлив или даже не по душе ну по крайней мере попытаться ответить скротустью благовения мы должны если они слышат тогда как апостол поагрит раз сказали два сказали не слышат вас отойдите самосуждены будут то есть попытаться ответить нужно не слышат но не слышат не слышат бог судья в принципе как сына кинтиям чего хотел доказать чего хотел свою гордыню потешить или меня как-то на чем-то подловить понимаю и не хочу принципе помогать по понимать потому что настолько есть много людей которым нужна и духовная поддержка тратить время на пустые разговоры не хочется вот так что смысл веры и основы это господь которым мы идем подкрепляем веру мы добрыми делами как через священописание вера без добрых дел мертва есть ты ждешь чего-то от бога или как чего мы ждем от бога когда мы молимся мы ждем ответа но ответ может проявляться в разных моментах ну хотя бы взять вот ту же самую простуду да это тоже ответ бога как это понять мы болеем по своим грехам священник человек и он может так же оступиться значит где-то я или же проявление родения к своему организму который господь не дал здоровым я тоже за ним должен ухаживать вышел я раздетый допустим на улицу простым к примеру да честно говоря не знаю где я простыл но тем не менее но если бы не было какого-то греха может быть и не пристыл бы иначе в чем-то не дораскаялся потому что свои немощи мы искупляемся очищаем ну по-разному можно сказать свои грехи вот это тоже ответ как я живу так я и получаю 300 дней в году я счастлив здоров и тому подобное а другое может быть какие-то проблемы какие-то болезни тоже ответ реакция на мою жизнь правильная она неправильная неправильная богу я дамо и чего я жду от бога доброго ответа на страшного буду судье что он услышит в моей молитве о том ком ком я молюсь прошу я вижу этот ответ я сто процентов его вижу вы спросите в чем я вам отвечу у меня в священнической моей практике я служу его 9 лет 10 пар которые не имели деточек из них на сегодня в середине остались только 3 одна из пар не имела детей 6 лет сегодня у них двое детей слышит господь слышит и эко делали не помогло кто знает что такое эко сейчас сто процентов согласится потому что уколы в животе делают многие гормоны то есть для женщины это надрыв организма определенный и господь слышит молитв мои и с теми людьми которыми я молился то есть что я хочу от бога чтобы он не забыл за меня потому что я грешник и достоин больше наказания чем его любви а он дает больше мне своей заботы и попечения вот что я хочу от господа чтобы он знаете есть такое выражение не как я господи хочу а как ты знаешь лучше для спасения моей души вот то мне давало для души что мне нужно вот так вот ну давайте вопрос к Артемии пишет исповедуйте меня ну у нас слава богу еще такой онлайн исповеди нету потому что исповедь это все таки таинство добрый вечер Дмитрий я думаю что мы не будем мудровать в этой ситуации а все таки будем все таки более благоразумны побеседовать о каких то вот у вас есть грехи вы думаете как в них исправиться можно но это это все равно а есть по итогам в храме перед богом перед евангелем крестом его на котором он претерпел крестные страдания ради нас по другому никак это таинство или это таинство встает в господь вот ну давайте вопрос и на сегодня все будет кратенький с вашего позволения пошел но плохенько себя чувствую давайте пока вы пишете я еще посмотрю какой-нибудь вопрос который мне писали так батюшка болит душа сегодня что делать ну дорогая Ирина я знаю чем у вас болит душа у вашей подруги которая сегодня болеется глупо душа всегда успокаивается в молитве беседе поэтому о вашей ситуации я думаю что они тем паче нужно помолиться потому что как вы описали что ее родственники немножко неродивые поэтому в первую очередь молясь они и душа успокоится и в том смысле что вы добродетели внесете помолитесь всецелительнице иконе Божьей Матери цель Пантелеймону Луки Осинецкому Крымскому я думаю в том и исполните закон Христов молитва душа успокаивается так если бы если мы болеем по грехам то почему болеют дети есть ли родовые грехи как их искупить скажем так в таинстве крещения грехи родительские прародительские омываются как мы говорим у деточек конечно нету грехов но по нашему неродительни в том числе они могут болеть ну допустим так же вот вывели на улицу раздетый кто в этом виноват родитель виноват он проявил невнимание к здоровью своего ребенка сказать по грехам родители дети болеют ну наверное нельзя так сказать что по грехам они болеют но хотя бы по разному допустим у родителей есть болезнь там гепатита спида и других ну много других болезней мы уже перечислили которые по наследству передаются по греху родителя в свое время получил он а на дитё это перешло то есть по генам если можно так сказать ну конечно дети за грехи родителей не расплачиваются хотя вот тоже интересный пример взять человек взял кредит не может его отдавать сбежал к примеру с кого будут спрашивать о эти деньги его же грех что он не платит допустим то же самое кредит значит будет требовать с семьи с детей если они более уже взрослые там 18 лет то есть так же они будут выплачивать расплачиваться за его грех то есть ну тут очень видите тонко играть младенчики или более взрослые люди но дети потому что я думаю для каждого человека всегда дети вернее для каждого родителя всегда хоть в любом возрасте его дети все равно для него маленькие но если мы за младенчиков говорим то конечно они по-разному могут и расплачиваться они расплачиваться то есть очень индивидуальный момент конечно же у них греха нету у младенцев с 7 летнего возраста они начинают только исповедоваться поэтому за грехи они я думаю не расплачиваются так дальше батюшка сегодня был на исповеди причастился был на молиб домой приехал опять такое началось а что это может быть Димитрий я понял прошу прощения понял кто такой Димитрий ну я думаю тут больше в индивидуальной беседе нужно обозначить ну если вы уже говорите у Димитрия проблема что он после исповеди чувствует слабость различную и физическую и душевную и где-то хочется сразу спать с одной ну и другие бывают и крайности бывают ну ладно когда спать это один вопрос почему потому что душа ну как допустим мы искупались в душе нам легче стало потому что смыли с себя всю грязь эту которая на нас за несколько дней как бы так от пота еще чего-то появилось вот а бывают другие проявления то есть вот в данной ситуации то есть поисповедовался вот так как омылся и стало легче как-то сон клонит сталкивался с такими моментами а относительно бывают другие крайности там и туалетные расслабления и тому подобное есть надо конечно же с другой стороны подходить но это очень индивидуально у каждого вот так вот так ну мои дорогие тяжеловато мне сегодня вести эфир я не знаю может температура немножко поднялась ну я благодарю вас всех кто сегодня уделил внимание свое дорогие каждого воскресенья в 9 вечера у нас прямой эфир это видео как обычно будет загружено на на ютуб-канал боголюб с вами его священник константин мальцев храни господь на предстоящую седмицу неделю айминь на ютуб-канал